У нас воскресенье, а я еду на фотокурсы. У нас прошел дождик, но на улице все равно тепло. Записалась я на фотокурсы, поеду сейчас в город, сама я живу, так сказать, в Пальный район. И приглашаю вас со мной. Поехали! В автобус едем, нам ехать ровно 27 остановок. Если без пробок, то за час доедем. Поехали! Пошло ровно 45 минут, и мы с вами оказались в центре города. Теперь нам осталось найти это здание, Кирова 43, и подняться там на 15 этаж. Надеюсь, лифт там работает, все-таки в 21 веке живем. И надеюсь, нам не придется идти пешком, все 15 этажей. Так, Кирова 37 мы нашли. Нам нужно Кирова 43. Я в центре уже не была, я не знаю сколько. Как бы, как таковой необходимости ездить в центр у меня не возникало, поэтому уже все и забыла, где тут, что тут. Ну, чего, кто еще тут всегда найдет. Как говорится, язык доведет до Киева. Посмотрим, куда он доведет нас. Вот, по-моему, что-то уже какое-то высотное здание. Так, это у нас... А вот оно, Кирова 43. Ура, девочки, мы его нашли. Так, вход со двора. Ну, пойдемте искать вход со двора, значит. Вот там, в самом далеке у нас часовня. Раскилые пятницы. Здесь какой-то еще. То ли церковь, то ли часов. Тоже, не, наверное, церковь строит. Костабелла магазин. Мебельный салон. Так, о, впереди у нас столовая. И имя ей зачет. Надеюсь, там тут, наверное. Так, девочки, куда дальше-то? Ладно, идем дальше. И в мой причал. И в мой причал. Так, где вход-то? В каком месте? Угу, угу. Так, сейчас мы им позвоним. Узнала, как сюда зайти. Так, заходим. Вообще, конечно, я приехала. Пятнадцатый этаж. Я не смогу подняться сама на лифте. Поэтому попросила, чтобы за мной спустились. Тесно слово, у меня такая клаустрофобия, что нет-нет, это не для меня. Страшно. Девушка сейчас спустится за мной. Милая, добрая девушка. С фонариком? А здесь вообще никак не попасть? Ну, на этаж? Да. Ну, пешочком можно. Вот я и спрашивала, думаю, может, где-то здесь есть... Пятнадцатый этаж. Да ну и что я бы лучше прошлась? Ну, в принципе, полезно. Угу. Собрались вы как высоко. А мы все равно переедем в сентябре. Угу. Куда собираетесь переезжать? А на Ленина, 113, там, где, знаете, КПРФ какой-то или как? Напротив фланта вроде такое коричневое здание. Угу. Это не так. Чай, кофе будете? О, кофе без сахара. И без сливок или со сливкой? Нет, просто черный кофе. Ну, надеюсь, еще не начались курсы. Не-не, вы пока первая. Да? Может быть, вторая девушка еще берет. А может, и индивидуально будет. Все хорошо. Ой, да. Саживайте, выполняйте анкетку. Угу. Как у вас тут красиво и интересно. Что-то все так интересненько. Ну, давайте, поехали. Давайте, поехали. Давайте познакомимся сначала. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена. Сказывать они совершенно не нужны. Есть просто несколько основных вещей, которые нужно запомнить. Первое, это то, что любой фотоаппарат, он из двух частей состоит. Съемный объектив и тело фотоаппарата. Боди или тушка по-другому называется. И второе, что нужно очень четко для себя понимать, это то, что свет, это самая важная составляющая любой фотографии. Запомни. Есть свет, есть фотография. Нету света и фотографии, соответственно, никакой нет. На этом прям все основывается. Дело на практику. У нас 70% практики, 30% теории, потому что мы на практике учимся фотографировать. Да, теория важна, она нужна, бесконечно важна, но без практики она никакого смысла не будет нести. Практики никогда у нас так не будет проходить, что мы просто у нас в стуке сидим и друг друга таки щелкаем по кругу, ну типа мы практикуемся. Нет, это было... Фотоуроком мне настолько все понравилось. Парень, молодой Виктор, объяснял просто очень отлично все. И сам фотоурок длился примерно 2,5 часа. Нам рассказывали основы, куда, как говорится, нажимать, как выстраивать, что делать. У меня очень сильно загорелось желание научиться хорошо фотографировать. Вот, девчонки, сейчас мы на улице Мира с вами. Переходим дорогу. Хочу показать вам памятник художнику Поздееву. И вот знаете, с чем он интересен? Тем, что если потереть его нос и загадать желание, сначала загадать желание, потом потереть нос, то, говорят, оно сбудется. Сейчас мы сделаем с вами все то же самое. Девочки, вот этот памятник. Кстати, у нас был случай уже, когда у этого памятника воровались зонт. Не знаю, зачем люди, конечно, это делают, но реально. Отламывали этот зонт. Не знаю, может, сдать к ним металл хотели. Так, ну а мы с вами сейчас загадаем желание. Девчонки, загадывайте, я потру нос за всех нас. Давайте, загадывайте. Ну все, я тоже загадала. И идем тереть нос. Ой. Да, вот из-за того, что нос постоянно труд, он у него такой красивый, желтенький. Девчонки, здесь у нас ЦУМ. Вот, это центральный универмаг. Тут уже давно-давно уже в нем не была, не знаю. Вот, кстати. Есть о том, что-то связанное с фотоаппаратами. Хотелось бы зайти посмотреть. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Все равно гуляем пока по центру. Будет интересно посмотреть, что у нас тут интересного. Так, головные упоры, купальники. Пойдемте, поднимемся. Так, что у нас здесь есть на первом этаже? Обувь, одежда, джинсы. Здесь у нас тоже. Нет, девочки, ничего. Все, что связано с фото-видеотехникой, здесь нет. Ладно, будем сказать дальше. Девочки, вот так вот выглядит наш ЦУМ. Главный вот вход. Ну, девчонки, нет здесь магазина, который бы был связан с фото-видеотехникой. Так что придется искать. Ну, наверное, или в Эльдорадо съезжу, или в МВидео там посмотрим. Ну, ладно. Все, девчонки, идем на остановку. Едем домой в Солнечный. Вот. Это наша улица Перенсона в центре города. Ой. А сейчас нам предстоит с вами проехать обратно до дома 27 остановок. Но ничего, мы все сможем, мы все сумеем. Мы трудностей не боимся. Я еду в город, уже приехала, сейчас пойду в гости к маме. И вот решила исповаловать себя вот таким вот пакетиком лире. Купила у бабушек на остановке. Всего 100 рублей. 100 рублей красоты. Продолжение следует...